И знающим, и начинающим садоводам объяснять не нужно без воды и дачи-недачи. К тому же у огородников сейчас наступит особенно жаркая пора. На грядках появилась рассада, но дачники по улице тихо рисковали остаться без урожая. Сначала, когда вода шла хорошо, потом все слабее и слабее, стали пользоваться свои, свои колонки, а этой водой не пользуемся практически. Вот даем соседям, потому что у них воды совсем нет. Вода из собственной колонки выливается в копеечку. Дополнительные затраты за электричество накладны для тех, кто не только летом, но и постоянно живет здесь. Ведь это плюс к тем деньгам, что дачники вносят ежегодно за участок, чтобы выяснить, в чем проблема. И, наконец, решить ее соседи Светланы обращались в общество Подсиние. После в насосную станцию спустя неделю ничего не изменилось. И только после повторного звонка практически одновременно с нашей группой приехала ремонтная бригада. За 15 минут слесари вернули воду на участке. По словам специалистов, причина была пустяковой. Забилась труба. Кроме этого, ремонтники сразу же заварили прохудевшиеся трубы. Можно сказать, инцидент был полностью исчерпан. Но у дачников еще есть причины для возмущения. Правда, водопровода это уже не касается. И это бич всех дачных обществ в республике. А вот разобраться с проблемой помоек практически на каждом углу в дачном обществе пока не могут. Потому что следить за своей собственностью – это привилегия владельцев участка. А их адреса даже неизвестны. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.